девчонки всем привет в моем блоге 30 плюс алена и сегодня мы с вами говорим про энергию переходите в телеграм где можете найти меня там более простые статьи которые я тоже выкладываю сегодня говорим про энергию естественные способы повышения энергии как на них можно подействовать грубо говоря очень многие находятся в ситуациях выгорания из-за разных разных причин метаболические причины энергетические причины и причины питания и есть немножко другие причины которые следует знать есть в организме некоторые оркестры грубо говоря на которые можно нажимать и вы будете очень очень чувствовать вот то про чем я сейчас говорю хроническая усталость зависимости от социальных медиа от того что происходит лично у вас это очень очень серьезно влияет на энергетический обмен и ключевые факторы когда мы утомлены то конечно у нас и сонливость и апатия и стресс это все наваливается первое когда нет энергии обычно это хроническая история воспаления и наличие воспаления обычно показывает уровень царе активного белка но сейчас каждого 2 можно взять и проверить конечно воспаление будет у всех но у кого-то больше у кого-то меньше другой момент обязательно тренировки без стресса лактат кстати повышенный лактат также увеличивает активность нейронов орексина которым я говорила и ловите как можно больше естественного света это очень хороший механизм который эффективно борется даже с клинической депрессией если у человека по какой-то причине возникла клиническая депрессия или сезонное эффективное расстройство то эти вещи помимо работы с психологом снимаются определенным питанием определенным подбором минералов витаминов и работая конечно с клиническим психологом но это отдельно в общем в эту тему мы не будем углавляться мы будем говорить про энергию ешьте ферментированные продукты кимчи греческий йогурт или квашеная капуста это те вещи которые через микробиом влияют на энергию сразу говорю если человек грубо говоря даже не тем сходил в туалет то это влияет на на энергию почему я говорю микробиом связан с нашим мозгом очень серьезно 90 процентов вы знаете серотонина в кишечнике продукты которые содержат лактат это квашеная капуста это молочные продукты с пробиотиками и натуральный белок обязательно ежедневно получаете достаточное количество естественного протеина аминокислоты активируют клетки и мешают глюкозе подавлять в общем подавлять выработку самые эффективные аминокислоты для высокого уровня энергии это глицин цистеин аланин серин пролин и глютамин очень важно снижать количество простых углей как я говорила в общем сахар вверх энергия вниз про нормализацию веса я говорила и про клетчатку я тоже очень важный факт механического насыщения который позволяет нам меньше и реже есть очень важно держаться определенного такого момента когда вы понимаете в какое время вы едите не круглосуточно и больше клетчатки меньше лишней еды больше энергии веселье в движении без движения ничего и еще такие мои личные лайфхаки это зеленый чай давно известно что кофеин активирует орексин в зеленом чае тоже много кофеина но с кофеином не перебарщивать но там есть тианин тианин мы помним что делает омега-3 молекулы мелкую океаническую рыбку моего даже сардины если вы будете делать это хотя бы через день то и просто не узнаете себя через пару недель кстати в добавках не всем советую холодный душ и и да будет вам счастье энергии нет когда еще растрачиваем совершенно не туда поэтому поэтому есть прям большой большой такой момент когда можно это все исправить конечно круглосуточно тренироваться многие не могут как я говорю все на хорошем настроении обычно когда тренируются но есть вещи которые можно вот примерно таким образом уже исправить пишите вопросы с радостью вам отвечу